Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А, принесите два безе, пожалуйста. Моя жена очень любит безе. Девчонки, привет! Что, разлюбила не безе? Ален, я знаю, что ты ждешь объяснений. Я сам не знаю, с чего начать. Ты должна знать одно, что когда я исчез... Исчез? Ну, умер. Назовем это так. Я хотел обезопасить свою семью, чтобы вас перестали преследовать. Да, я понимаю, тебе пришлось тогда продать практически все. Но ведь частью долгов от вас отстали, верно? Долги эти... Хочешь знать, откуда долги? Был один человек. Я его здорово как-то выручил. Я считал его своим другом. Я знала всех твоих друзей. Нет, его не знал. В общем, он как-то очень круто поднялся в одно время. И я обратился к нему за советом. И он меня предал. Он кинул меня. Сказал, что будет быстрая прибыль. Спасибо. И я набрал долгов. Кредитов. Спросишь, зачем? Кредиты, когда у нас и так с деньгами все в порядке, да? Я просто хотел быть достойным тебя. Ты ведь у нас была бизнес-леди. Занималась делами, а я был так сбоку, спепёк. И хотел доказать, что я тоже могу зарабатывать. И много. И прогорел. Семь лет, Валера. Семь лет. Да, семь лет. Нет. Семь. Лет. У тебя невесточки не было. Ни намека на то, что ты жив. Я не мог поступить иначе. Просто те люди, которым я должен, они не могли убить меня. Да, я перешёл дорогу от Морозка. И когда я узнал, что их нет в городе, что они исчезли, я принял решение вернуться. Я думал у вас каждый день о тебе, о болеське, о Бонне. О Джеи. Я... Я очень рада, что ты жив. Дети точно уверены, что ты умер. И что они будут чувствовать, когда... Даня был бы рады. Я уверен. Олеся взрослая. Замуж уже выходит. Я ей сама сообщу. Вот как Боньке сказать. Ты не должен пока появляться. Я сама решу, когда и как всем сообщу. Ты не должен. Я должна. Ты прямо не меняешься. Я почти два года замуж за прекрасным человеком. Меня называют Елена. Я не люблю Безы. Да? Мы всё равно будем общаться. Потому что я хочу видеть тебя, Олесю, Боню. Потому что вы моя семья и я вас люблю. Вас плохо слышно. Врать так и не научилась. Я не знаю, как объяснить. Говори, как есть. Что произошло. Произошло. Он вернулся. Мой первый муж, Валера, скрывался где-то семь лет. Я бы ещё ничего не знал. Я бы ещё ничего не знал. Я маме не могу дозвониться. Я вообще не поняла, что вчера произошло. Она так быстро ушла из ресторана. Потом звонила, говорила, что уже едет ко мне. Но только не приехал. Ну, перезвонит. Мало ли чем она занята. Успокой. У нас с мамой, знаешь, какая связь? Я чувствую, когда её не хорошо, а она точно знает, когда плохо мне. С ней точно что-то не так. О, Дань, там в деканате требуют отчёт по посещаемости. И почему-то с меня. Занеси, ты же староста. А дождаться, что он сам дойдёт без посыльных в деканате не могут? А ты что, ревнуешь, что ли? Ну ладно, расслабься. Я твоего Даньку давно уже бросила. Слушай, а может быть ты в деканат зайдёшь и сама расскажешь, что вместе? Ну, чтоб они тебя посыльно сделали. Бейся-то ты, Мирослава. Знаешь, ревность приводит к образованию морщин. Ты у меня такая красавица. Олеська, Олесь. Привет. Ты извини, что я пришёл именно сюда. Твоя мама просила тебя не беспокоить. Ну, я должен был тебя увезти. Как ты выросла, дочка? Папа Олесе, можно просто Валера? А ты, я так понимаю, мой будущий зять? Даня. Дань, как ты думаешь, ничего страшного, если я украду дочку занятий? Спасибо. Олеська. Давай, одевайся, я тебя отвезу. Хорошо. Маме сегодня лучше не садиться за руль. Спасибо за завтрак. На здоровье. Лена. Ну, чего так переживать, когда события уже произошли? Ну, это и хорошо, что Валера жив. Богдану нужно сообщить про отца. Он, её взрослый, мальчик сам решит. Я сама решу. Когда и как сообщить? У меня есть предложение. Давай пригласим его к нам на ужин. Пообщаемся. Олесь. Олесь, послушай. Я уже постарался ответить на все мамин вопросы. Почему исчез и так долго не объявлялся. Теперь хочу, чтоб ты тоже поняла. Я не мог поступить иначе. И так себя наказывал и семь лет вас всех не видел. Ты можешь просто обменять меня. А то я правда чувствую себя призраком. Елена Андреевна, у нас горят сроки по выбору моделей для выставки. Кто будет выбирать? Вы или Стиван Дмитриевич? Елена Андреевна, простите. У вас что-то случилось? Мой муж, которого все считали погибшим. Вчера сюда приходил. И ты с ним разговаривала. Как же Степан Дмитриевич, если это муж? А это, значит, ваша с мамой квартира? В ипотеку взяли. А когда она вышла замуж за Степана, то она с Боней к нему переехала. А ты что же? Не сложилась о чем? Да нет, он классный. Я просто тогда как раз в ВУЗ поступала и отсюда как-то ближе ехать. Да и вообще. А теперь тут с женихом? Да, уже полгода как съехались. Здесь договор накладная, так что все готово. Благодарю. Всего хорошего. До свидания. Мама тебе уже сказала? Привет. Да, я уже знаю возвращение твоего отца. Она тебя ждет, на. Пусть это в сейф положит. Что теперь будет, мам? Я Даня толком не смогла объяснить, что это за фокус воскресшим отцом. Да что Дане? Я себе не смогла объяснить. Ну, что ты молчишь? А я с ним очень меняю. Папа жив. И это хорошо. Где он сейчас? Сказал, что поедет в гостиницу. И что мне и тебе нужно время, чтобы привыкнуть. Наверное, он прав. Все равно не понимаю. Он хотел как лучше, но в итоге бросил нас еще больше беды. Алисе, мы с твоим папой прожили тринадцать счастливых лет вместе. И хуже не вычеркнуть. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Другой прожили. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Привет, мать. Понимаю, как я вызываю шок, но я жив. Ты, наверное, тоже меня похоронил? Знаешь, я же ездил в Польшу. В тот город. Узнавал по поводу пожара. Еще тогда подумал, что если бы ты жил? Очень странно там все было. А что, Валенка, даже не ездила? Да, она Богдана лечила. Ты же даже не знаешь, как сильно болен был твой сын. Умер так умер, да, Валер? Ну, чего ты наезжаешь, мать? Ты ж мне родственник. Ты же и сына моего крестил. Я-то тебе друг был. А вот ты так с друзьями не поступает, Валер. Не тебе и меня судить. Чего вернулся? Деньги кончились. Ну, не ради детей же. А если ради детей с сыном-то дашь пообщаться? Для тебя разрешение от Алёны надо. Так звони ей там сейчас. Так, дату первой свадьбы. Именно дату второй. Елена Андреевна, у вас к телефону. Угу. Спасибо. Матвей, привет. Как забрал? Куда? Боня, ты Жюль Верну читал? Дети капитана Гранд. Там дети потеряли своего отца, долго искали, но в итоге нашли. Прочту. Молодец. Помню, как ты еще был такой вот, маленький. Да. Пошел ты, знаешь, во сколько, в девять месяцев. Вот тогда мы с мамой покой потеряли. Да. Долго меня не было. Но ведь главное, что сейчас я здесь, а? Я тебя помню. Не может быть. Тебе было тогда мало лет. А я все помню. Ого. Молодец. Держи. Пару лебедей. Я твоей маме таких подарил, когда ты родился. Валера. Я ж просила. Как ты мог без моего согласия? А зачем мне твое согласие? Я ведь отец. Да и Бонька как рад. Посмотри. Папа, правда тебе таких лебедей подарил, когда я родился? Да, нянечки в роддоме все смеялись. Уже за подарок на рождение сына. Да. Мне приятно было. Говорят, ты спортсмен крутой? Ну, покажи, что можешь. Он единоборствами занимается, а не гимнастикой. Ну, не злейся. Мы просто прогуляли с ним. Угу. Мне что, правда у меня есть, чтоб ты успокоилась? Я за детей переживаю. А помнишь, в день рождения Боньки катались на лодках? Ну, ты что, совсем не рада меня обвинять, что ли? Ну, я рада, Валера. Правда рада. А я как рад. А где Джей? Джей! Джей! Джей Штрина! Привет, привет, привет! Узнал хозяина! Да, как раньше, да, Ален? Ты и я, наши дети. Которые выросли без тебя. Ой, не начинай, Ален. Ну, если б ты знала, что я жив, ждала бы меня. Прошла бы мимо своего счастья. Да и не будем об этом. Почему? Я ведь не знал, когда вернусь. Или вернусь вообще. Я всегда хотел, чтоб ты была счастлива. Ален. Степан, Валера. Валера, Степан. Очень приятно. Взаимно. Сами строили. Золотое правило. Построй дом, посади дерево, роди сына. Да, дом сам строил. Деревья с отцом высаживали. Степа здесь все сделал. Мастер на все руки. Я в восторге. Пойдемте к столу. Олеська. Садись, Ален. Кто готовил? Очень вкусно. Доставка из ресторана. Надо же. Надо домашний вообще не отличить. Ресторан Стёпиных родителей. Ну что мы молчим, как на поминках? Наверное, я ещё раз должен объясниться. Я спасал свою семью. Не мог поступить иначе. Да, дорогой ценой. Потерял вас всех. Зачем же ты так? Мы же тут все. Олеська, спросите, как я представлял нашу встречу. Я запрещал себе даже думать об этом. Я рада, что ты приехал. Спасибо, сын. Олеська замуж уходит. Разве я мог это попустить? Да и могилы моих родителей. Тебе не нужно оправдаться за приезд. За могилами я ухаживала. Так что, если хочешь, мы сможем как-нибудь на кладбище съездить. Буду очень благодарен. Слушай, не хочу тебе врать, но если появится возможность вернуть свою жену и сына, я это сделаю. Это я уже понял. В честь знакомых постараюсь вернуть документы. Верну прежнюю фамилию. Не хочу смотреть, как сын растет в чужом доме, а жена живет в другом. Значит так, Лена Маяшина и Буньку я считаю своим сыном. И у меня принцип есть. Чужого ни на, свое не отдам. Понял? Это я уже понял. Какой ты принципиальный? Такси приехало. Я с тобой поеду. Не против? Буду очень рад. Степан, пока. Спасибо за ужин. Вонька к себе ушел. Устал уже. Сегодня сложный день для всех. Что Валера тебе говорил? Сказал, что будет восстанавливать статус живого человека. Это возможно? Ну, с документами. Ну, я узнаю и знакомый вы. Что с этим делать? И чем это чревато? Для Валеры? Для нас всех. Пойду поработаю в мастерскую и там, скорее всего, заночу. Как говорится, посмотрел, сердце успокоил. Вроде бы хорошо живете без меня. А этот Степан, мама с ним давно? Познакомились? Ну, да. Да. Но поженились они не сразу. А Бонька, смотрю, его принял. Ну, они дружат. Но наш папа — это ты. Нормально так. Из твоего универа, по-моему, к тебе, что ли? Вероятно. Это Данькина сокурсница и его бывшая. А он у тебя видный парень. Хочешь, поговори с ним. Не надо. Я сама за ним присмотрю. А знаешь, он на тебя чем-то похож, папа. Да. А ты у меня девочка с юмором. Значит, я за тебя спокоен. Не пропадешь. Ну что ж, увидимся. Беги. Добрых снов. А я уже заждался. Поэтому позвал сюда Мирославу? Я ее видела. Это... Да нет, просто она по ошибке. Слушай, она по ошибке забрала мою зачетку. А я ее. Вот и все. И ей так не терпелось, что она пришла прямо сюда? Так. Да просто с пристрастием. Нет, не все. Она еще попросила конспект. Завтра зачет. Они всей общагой будут готовиться. А у меня автомат. Так пусть они все приходят сюда. И Мирка, ее подруги, и вся общага. Хорошо. Сейчас напишу. А вот скажи, когда мы поженимся, будет точно так же? Или еще хуже? Ты будешь меня со скалкой в руках встречать и в бигуди? Нет. Только в халате. Мне просто не нравится, что она вокруг тебя крутится. Ты че такая? Из-за меня, что ли? Какая такая? Расстроена? Идти не хочешь? Я иду, потому что так нужно. Нам, в принципе, с тобой встречаться не стоит. Это неправильно по отношению к Степе. Ой, да конечно. Степан у тебя такой мужик прям надежный. Пожалуйста. Я всегда нравился твоей маме. Хотя иногда злилась на меня. Знаешь, как я это понимал? Называла меня Валериан. Я тоже ее очень любил. Она была ангелом-хранителем нашей семьи. Ее не стало, и посыпались проблемы. Валера, там на памятнике твоих родителей есть твой снимок с датами. Буду, четыре назад добавили, когда я окончательно смирилась. Ну, что вы? Ты не вернешься. Валера, ну, чего-то мы фото позже можем убрать. Уберем, слышишь? Алёна, ты знаешь, я только сейчас понял, что умер во всех смыслах для тебя и для детей. И что прошлого уже не вернешь. Не надо. Не надо жалеть. Жалость меня только добьет. Сравлюсь. Как-нибудь. Алёна, я тут заметил, что у нас два колеса приспущенных. Одно так себе, а второе, видимо, в дороге прокололи. Ехать можно, но если недалеко. Хорошо, я Стёпе позвоню. Зачем? Я что, беспомощный, что ли? Сам отвезу на шиномонтаж. Он тут недалеко. Поехали. Подожди. Я хотел, чтобы мы после кладбища заехали на старую дачу. У меня для тебя сюрприз. Валер, дом уже давно не наш. Дача была продана. Ясно. Поехали. А ты меня сразу узнал? Конечно, Марин. Что, я такая же красивая, как на фотографиях? Ну, знаешь, девочки в интернете выкладывают фотки, а потом в жизни встретишь, ну, чистый крокодил. Ну что, едем? Скоро Олесе занятие вернется. Вот и сюрпризы ей будет. Слушай, я голодная, как волк. Может, вначале заедем в кафешку? Покормишь, зятек? Поехали. Держись. Русь. Поехали. Ну что, оставлю тебя на часик с воспоминаниями? Серьезно собираешься купить этот дом? А что? Олеська скоро подарит нам внуков. Было бы хорошо, если они росли на свежем воздухе. Ну, Валер, скажи, пожалуйста, только честно. Ты знал что-то о нашей жизни? Конечно. Ну, в век соцсетей это не сложно. Я думал о вас каждый день. И скажу тебе честно, что собираюсь вернуть себе прошлую жизнь, этот домик, тебя. Ладно, я поехал. Только не уверен, что в этой глуши карточку примут. А наличные я не успел снять. Держи. Спасибо. Ну все, решение за тобой. Думай, смотри, в каком состоянии дом. Я хочу это сделать. Для тебя. Значит, вы с Леськой в одном институте учитесь? Да, только я на два курса старше. А я думала, вы с ней прям на лекциях спелись. Витамины. Закажи еще вина. А Леся скоро приедет. Ну так тем более. За встречу выпей. Я же ее сто лет не видела. Помню, маленькая такая была. Тощая, страшненькая. Лесь, привет. Сюрприз. Я не поняла, ты и Марина переписывали за моей спиной? Да, я просто пригласил ее на свадьбу. Она с радостью ответила. Леська, ты что там выясняешь? Она пьяная? Я как-то не понял. Я не просила ее свадьбу. Лесь. Господи, как ты на Ленку похожа. Привет. Ты чего? Понятно. Ну, Ситек, тогда ты рассказывай. Как у вас дела? Как там Бонька? Как там сестрица моя поживает? Все нормально, Марина. Поехали к нам, отдохнешь. А потом видишься и с мамой, и с Бонькой, и с отцом. Он тоже недавно приехал. Все в сборе. К нам и повезем. Не к маме ж. Лен, привет. Как у вас там? Все хорошо? Ну, чтоб понимать, кому Богдан собирать. Ты успеешь? Давай, обнимаю. Степ, у нас здесь небольшие проблемы с машиной. Я позже тебе сообщу. А с машиной что? Помощь нужна? Степ, не переживай. Ничего серьезного. Сидим, шины клеим. Справимся. Точнее, Валера. Где вы сейчас? Он на шиномонтаже, а я... Я на старой даче. Где? Степ, тебя плохо слышно. Здесь связь пропадает. Давай я тебе позже перезвоню. Олеся, я на минутку. Скажи, а ты помнишь, где был ваш старый дачный дом? Конечно. В поселке Заречном. Я там на каникулах жила, пока бабушки живы были. А точный адрес помнишь? Ой, я подумаю и напишу сообщение. Я сейчас немного занятая. Ну что? Что, что? Слушай, от усталости так не валяться. У нее проблемы с алкоголем. Мы семь лет не виделись. Может и проблемы. Гость представит, что она на свадьбе устроит. Послушай, а когда она проспится? Куда мы ее отвезем? Спроси, что полегче. Мама точно ей не будет рада. Почему? Так, что я еще не знаю? Ну, теперь ты знаешь, что у меня очень непростые родственники. И прошлое полно загадок. Послушай, после воскрешения твоего отца меня уже тяжело чем-то удивить. Давай, говори. То есть, ты не передумаешь на мне жениться? На девушке полный загадок? Да что ж я, сумасшедшие, что ли? На девушке полный загадок и с квартирой. Точно. А забыл. Послушай. Ну, это квартира твоей мамы. А у нас с тобой будет своя, личная квартира. Это я тебе обещаю. Валера, ты где? Как долго? Как проблемы? То есть, кроме шины, еще что-то? Хорошо, я жду. Степа, наверное, тебе придется собрать Боню. Я его уже собрал. Уже? Молодцы. Да, я задержусь. Что случилось? Ну, с ремонтом, оказывается, не все так просто. Давай я приеду. Нет, Степ, не нужно срываться и ехать сюда. Мы взрослые люди с Валерой как-нибудь разберемся. Ну, если что, эвакуатор вызовем. А почему ты злишься? Степ, я не злюсь. Займись, пожалуйста, Бонней. Я походил. А мама и папа вернутся к ужину? Посмотрим. Валера, почему с аварийкой? Ехать, потому что нельзя. Либо эвакуатор, либо до утра ждать нормальных мастеров. Там еще поломку нашли. Вот. Нормально чинить-то не умеют. Начали мямлить что-то мне. Ну и... А чего ты хромаешь? А? И это что такое? Что, мое лицо постарел? Очень смешно. У тебя кровь-то подрался, что ли? Да забыл, что у нас люди очень нервные. Ладно, садись. Ален. Может, без перекиси? До свадьбы заживет. До Олечкиной. Чего потерпишь? Или ты так и не научился? Терпеть боль? С людьми разговаривать. Зачем было в драку лезть? Да, что они? Я им сразу сказал, нам надо быстро. Ну, чтобы до ночи успеть. А теперь что? Эвакуатор ждать? Или тут ночевать? Ну, если ты не против, конечно. Смотри сама, решать тебе. Ты что? Расстроилась, что ли? А я, Валера, вспомнила. Как тогда бегала, деньги собирала. И ждала тебя. Такого вот хромого, побитого, какого угодно, лишь бы живого. Меня сообщили. Ну, ты нашла, что вспомнить. Лучше бы вспомнила, как вот Богдан первые шаги делал. А потом с лестницы еле успевали его таскивать. Я помню. Как он на колодец залез. Ты еле успел его стащить. Ой. Не напоминай. Я думал, у меня тогда инфаркт хватит. Ну, что, как раньше? Костер. Мы вдвоем. Вечер. Ты ведь написала Степану, что останешься до утра? Написала. Ну, тогда можем отметить. Что? Нашу встречу. Вот тот дом, где мы были в горе радости. Представим, что все начинается сначала. Валер, давай мы не будем ничего представлять. Послушай, Ален. Да, я не могу сейчас тебе предложить тот уровень, к которому ты привыкла, с новым мужем. Могу предложить всего лишь этот домик. Но ведь когда-то мы были нищие, начинали с нуля и были счастливы. Пожалуйста. Ален, я люблю тебя, я люблю тебя, как раньше и готов ждать, работать и вернуть тебе все, что ты потеряла по моей вине. Остановись. Зачем? Ты ведь тоже меня любишь? Как прежде. Зачем обманывать? Ради чего? Ради Степана, с которым тебе просто удобно жить? О, пожалуйста. Стой. Хватит. Степа, ты прекрасный человек. И я не знаю, что бы со мной, с детьми было, если бы не он. Со своим мужем я так не поступлю. Нельзя жить с человеком из чувства благодарности. Прекрати, иначе я уйду отсюда пешком. Не злись на меня. У меня своя правда. Но если ты меня простишь, мы можем начать все сначала. Как раньше, ты уже жить не сможешь. Не дави на меня, пожалуйста. Мне нужно со всем разобраться. Спокойной ночи. Ты меня извини, что я взорвал тебя вновь? Ночью. Но я бы без тебя этот дом не нашел. С чего ты взял что-нибудь бедя? Он считает меня параноиком. Но лучше я проверю. О! Гости пожаловали. Олеська, ты как раз кстати. Мы тут с мамой решали, выкупить этот дом обратно или нет. Па, ты бы застегнулся. Олеська приехала. Прости, что разводили. Что ты творишь? Зачем ты поехала и осталась тут с ним? Это ты про отца так своего? А Степан, он ведь себе места не находит. Он среди ночи Боньку закинул в Езю Матвея и меня сюда потащил. А ты тут... Ничего, что так с мамой не разговаривают? Так а что, если ты ведешь себя как девочка-подросток, которая сбегает из дома и уходит за... Олеська, ты слышишь, что ты говоришь? Иди и лучше объясни все Степану. То ему отец рассказывает, что вы этот дом покупаете. Вместе. Ну, то есть, большую часть денег, конечно, не всю Яну. Ну, и она то, что останется. Степа? Можно тебя? Зачем было срываться и ехать? Я бы утром вызвала мастера. Ну, раз я уже здесь. А машина, вправду, неисправна. Ты ночью собираешься решать вопросы? Дождусь утра. Домой, может, вернуться с Олесей на моей машине, когда рассветет. Спасибо. А если можно, я с вами поеду. У меня просто утром важная встреча назначена. Насчет документов. Валера... Валера хочет выкупить эту дачу. Для внука. Хорошая идея. Пойдемте в дом. Да, пойдемте. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...